Если ребенок идет в детский сад с удовольствием, для родителей это большая радость. Но если ребенок не пропускает дошкольное учреждение по болезни, то это радостно вдвойне. В детском саду «Сказка» по итогам прошлого года число больничных снизилось почти на 3%. В дошкольном учреждении созданы все условия для формирования здорового образа жизни малышей и укрепления их здоровья. Работа по сохранению и укреплению здоровья детей проводится в течение всего дня. Это начиная с соблюдения санитарных норм, с соблюдения режима дня, организации прогулок, различных видов гимнастик в течение всего дня, как корригирующих, дыхательных гимнастик, пальчиковой гимнастики, гимнастики пробуждения. Педагогами дошкольного учреждения активно внедряются в образовательный процесс новые современные здравоосберегающие и здоровье сформирующие технологии. Наряду с традиционными технологиями, такими как ритмопластика, например, хореография, ходьба по дорожкам здоровья, используются и нетрадиционные. Например, у нас широко применяется стопотерапия, то есть это профилактика плоскостопия и профилактика простудных заболеваний. В детском саду ежедневно проходят профилактические и оздоровительные мероприятия. Организационной формой физического развития являются укрепляющие занятия и обучение детей плаванию. Инструкторам по плаванию в занятиях используются элементы акваэробики и ЛФК. Начиная с трехлетнего возраста, со всеми детьми проводится ритмопластика и нетрадиционный метод закаливания сухим паром сауной. На физкультурных занятиях ребята выполняют упражнения, которые развивают координацию движения и делают осанку правильной. Многие дошкольники, полюбив занятия в детском саду, посещают спортивные секции в учреждениях дополнительного образования. Здоровый человек означает, мне кажется, это когда он соблюдает правила порядка жизни. Я расскажу вам первое правило, что надо соблюдать гигиену, соблюдать пищеварение. И мне кажется, это все для здорового образа жизни. Я увлекаюсь спортом, потому что я увлекаюсь спортом бегом и плаванием. Я очень люблю бегать и плавать. На море, если я плаваю, то мне не очень нравится, потому что там очень много водорослей. А если я плаваю где-то вот здесь в бассейне, то мне очень нравится плавать. Бегом я увлекаюсь, потому что у меня из нашей семьи все быстрые ноги. Но самые быстрые ноги у меня. Если мы не будем вести здоровый образ жизни, не останется вообще людей на земле. Я веду здоровый образ жизни. Я занимаюсь спортом. Я хожу на тэквондо, у меня уже бело-желтый пояс. Еще я хожу на плавание, я уже плаваю в большом бассейне. Я еще очень люблю, очень сильно, я люблю кататься на велике. Три года детский сад «Сказка» являлся федеральной экспериментальной площадкой, где одним из направлений было партнерство семьи и учреждения по формированию здорового образа жизни у дошколяр. В копилке дошкольного учреждения много наработок по совместной деятельности детей и родителей, направленных на здоровый образ жизни. Ежегодно родители становятся участниками недели здоровья, олимпийских мероприятий. Когда родители и дети работают в одной команде, это только укрепляет семью. Любая работа не может быть без участия родителей, не будет такая эффективная. И вот в работе с экспериментальной площадкой мы внедрили новую технологию, метод проектов. И у нас в течение трех лет было разработано более 30 проектов, которыми стали участники родителей детей, законные представители. Это помогло педагогам более активно привлечь родителей к вопросам формирования здоровья детей и обучить их многим методам и приемам оздоровления своих детей. В дошкольном учреждении выстроена целостная система, направленная на здоровье и сбережение своих воспитанников. Работа ведется групповая и индивидуальная. Поэтому в детском саду малыши меньше болеют и посещают детский сад с радостью и удовольствием. Инна Бугрова, Дмитрий Слепенков, Петр Михалап, Белоярский, Время новостей.